Здравствуйте, Виталий. Привет, Саревич. Здравствуйте, добрые молодцы, красные девицы. Русский путь развития, как показал нам Александр Сергеевич Пушкин, тройка, семерка, тушь. Тройка – это троичность. Научиться соображать на троих и стать стройным. Только если станешь стройным, можно идти дальше. Сейчас мы смотрим на людей и потеряно качество стройности. Это выражено в том, что кривые осанки, походки. А когда кривой человек, это же кривда его одолела. Когда ровный позвоночник, значит он живет в правде. Если он живет в правде, тогда он может только к семерке переходить. Все надежек, все без застежек одевать, матрешку, семерать. Вначале надо настроиться. Как это лучше сделать? Остановить свой меч кладзнец, настроиться. И крест животворящий, чтобы живутворил. Почему крест сломался? Почему сейчас на людей креста нет? Ну я думаю, нагрузка идет. Очень большая на людей. И социальная, и психологическая. Все виды. Политическая, как у нас на Украине. На людей воздействуют коммуникации последние, развитие компьютера, машины. Сидим, мало двигаемся. Еще мягкие сиденья, наверное. Раньше на твердом сидели. Раньше на лошади ты должен ровно сидеть. На лошади криво не доскачешь. Да, криво не доскачешь, спину убьешь. А сейчас развалились за рулем. Да. Вот все. Стройность ушла, и со стройностью ушла настройка. Люди стали расстроены. Расстроены. И расстраивается все. А когда человек расстроен, даже если у него красивая душа, а тело расстроено, что он может сделать? Как гитара. Как гитара. Красиво, а расстроенный не сыграет. Да, даже самый гениальный гитарист. Пианино, да. Мы любим музыкальные настроения. Так что, хотелось бы сказать по этому поводу, зачем нам иметь стройный позвоночник. Правильно? Для чего? Да, для стройного. Вообще. Во-первых, для того, чтобы... Ну, позвоночник это опора. Правильно? Это опора и о голове. Это меч-кладенец, который выравнивает все наше тело. И самое главное, ровный позвоночник без смещенных позвонков не ушедших влево-вправо, как бы отдельные звенья. Это очень хороший канал, ровный, для жидкости, которая омывает все наше тело, и в частности спиной мозг. 30 витязей прекрасных, чередой, извод выходит ясный. Извод. С ними дядька их морской. Да, извод. Извод. Их вода окутывает. Пушкин и Микун, ну, давайте, собирайте позвоночник. И у нас спиной мозг окутан водой. Он омывается водичкой. Зачем? Потому что клетки живые, у них есть метаболизм. Они кушают, какают. И шлаки надо выводить. И вот эта водичка, которая продуцируется в головном мозге, должна стекать, вот, когда мы ровно ходим, вот, если ровно, она течет прямо вниз, 90 градусов. И вымывает всю плохую продукцию, шлаки, так сказать, токсины. Они отсюда через почки выходят, со случаем вымываются. Но если мы, во-первых, ходим криво, и позвонки сдвинуты относительно друг друга, нету ровной трубочки, в любую сторону, куда они сдвинутся, позвонки круглые, влево, вправо, вперед, назад, то трубочка будет иметь меньшее сечение. И будет зажато расстояние между спиной мозгом и этой трубочкой, спину мозгового канала. Поэтому очень даже опасно даже на сыроедение переходить, пока ты не настроен. Опасно. Почему? Ты хочешь собирать матрешку, накормить свое первое тело явье, а если ты не настроен, получается, что шлаки начинают выходить, а им некуда идти. И некуда. Объясни, почему. Сдвиг позвоночника, к примеру. Некоторые сыроеды страдают, а некоторые здоровеют. Почему? Потому что у одного ровная спина, ну от природы, или спортом занимался, йогой, ну не важно чем, а другого крыла. Поэтому у него интоксикация происходит. Человек начинает переходить на сыроедение, начинает чистку какую-то, организм начинает сам чиститься. А токсины дошли с головного мозга до смещенного позвонка и застряли, и не вымывают эти шлаки. Все, происходит отравление, и обратно все в голову пошли. И токсины отравили мозг, как алкоголь, так же самое, тошнит, рвота, плохое самочувствие. Пока токсины будут там, не изменится самочувствие. Хоть сыроедить, хоть не сыроедить, ничего не изменится. И так как, почему важно атлан поставить, к примеру? Он самый первый стоит с головного мозга. Если он сместился, все, вся жидкость, которая продуцируется в голове, она на уровне первого остановится. Поэтому, может, и мозги на 5% работают. Да и высыхают мозги. Да. Потому что, получается, головной мозг отца измеряется, разъединен от спины. Да. Центральная нервная система разделена. И в фильме «Матрица» даже штырь сюда вставляет. То есть это вход в «Матрицу» и выход из «Матрицы». Да. Сонное царство, вход и пробуждение духовное. Только если атлант поставишь на место. И атланты, и все другие позвонки. Поставили мы атлант. А если ниже не поставят? Атланты. Говорят, что ставят, а сами не ставят. Ну, бывает. А многие вообще это тема. Мануальные терапевты. Это очень хорошая тема. Очень полезно. Поэтому очень важно выстроить весь позвонок. И первый, и тридцать третий, тридцать второй, любой. Почему? Потому что каждый участок позвонка отвечает. Допустим, Д-третий, третий грудной отвечает за сердце. Если там будет пережато, будет болеть сердце. Будете делать кардиограмму. Все вроде в порядке, а сердце не работает. Пережатый канал, все. Не будет и ликворной жидкости, и не будет очищения токсинов. Поэтому очень важно перед тем, как переходить на сыроедение, выстроить весь позвоночек ровно, чтобы омывала жидкость, весь спинный мозговой канал, весь спинной мозг отсюда. Тогда будет переходить гораздо легче. Гораздо легче. Не будет интоксикации. Вот я, допустим, когда первый раз переходил два года назад на сыроедение, мне не было интоксикации. Я, конечно, потом ушел, но не за этих причин, потому что мы зимой перешли с женой. Не было продуктов. Но интоксикации не было у нас, потому что мы ровные с ней. Вытяжка, мы вытягиваемся, зарядку делаем, тянемся постоянно. И что бы я рекомендовал людям? Во-первых, тянуться самому всегда. А как мы снимем обучающие видео, и вы сможете видеть их в интернете, выложим? Да. Виталий изобрел уникальные растяжечки. За голову подвешивать, за ноги, вытягивать на столе, за руки. Да. Но можно и самому тянуться. Тянуться надо по полной. Вот. И работайте сами, пробуйте. Надо тянуться, наверное, и самому, и с приборами, и чтобы и люди помогали еще, мануальные терапевты. Потому что сейчас люди настолько слабые стали, что, как правило, самому не хватает пороха. Поэтому надо по всем трем каналам тянуться. И так, и так, и так. Меньше стало казаков. Да. А слабевая. Ну, раньше же казаки, у них и селезис был, они за дерево подвешивались, висели вот так в позе лотоса на волосах. Да. И мне все вытягивалось. Да, есть картинки. Да, такие ходили казаки, кто-нибудь раз в ту улицу, другой подойдет, как, дернет ему. Он сразу раз, все хорошо, все хорошо. Если каждый день вытягиваться, вы же всегда будете ходить. Если постоянно, ну, регулярно. Там не каждый, но регулярно. Там уже ровно. Если у кого-то не хватит пороха, кто-то не сможет, обращайтесь к нам, к профессионалам. Представитель вот Беларуси, Иван Царевич. В Москве Николай Земцов. В Украине обращайтесь ко мне, Виталий Казакевич. Поможем людям выправиться. Поможем меч-кладенец держать сильным. Вначале надо настроиться, потом надо собраться. Настроиться это привести свои три царства в порядок. Выровняться, вот как волчок кружится, юла. И потом нужно собраться. Говорят, ну, соберись. Собраться это семь тел собрать, тройка, семерка. А потом ты станешь кузом. Вот. Вот. И будешь царем в своей жизни. В своей семье, в своих мыслях, во всем. И в своей жизни, и в своей семье, и в своем народе, и на всей земле. Ну, на этой ноте хотелось бы пожелать всем здравия, не унывать, не падать духом. Ну, поздравить всех с наступающим Новым Годом. Да. Поздравляю тебя, царевич. Да. И вас всех, зрителей. Чтоб все добрые люди зажили с царем в голове. И царь, он всегда имел царскую осану. Ура! С Новым Годом!